Еще раз плохо слышно было. Подана заявка на смену вашего финансового номера с окончанием 72.97 на новый номер с окончанием 22.41. Вы данную заявку подтверждаете? Нет, конечно. Также по системе нашего банка отображается неоднократная попытка по списанию денежных средств вашего лицевого счета. Вы совершали данные действия? А сколько они там хотят списать? 9400 рублей. Некому Жукову Николаю Петровичу. Клиенту Тинькофф Банка. Ого! У меня там денег много. Я машину только продал. Собираюсь покупать. Алло! Алло, Вадим Юрьевич. Да, да, говорите. Вы поспешиваете данные действия? Нет, конечно. В таком случае, так как вы не подтверждаете ни одного из вышеперечисленных действий, мы можем расценивать данные действия как мошенники. Также хочу вас проинформировать, потому что наш с вами разговор записывается, и данную информацию вы не имеете права разглашать третьим лицам, родственникам, друзьям, знакомым. Также по регламенту Тинькофф Банка буду обязана задать вам буквально несколько публичных вопросов под запись данного разговора, так как данные действия происходят именно по лицевому счету, а не по конкретной карте и по банковскому счету. Алло, вы пропали, вас не слышно. Ориентируйте, Вадим Юрьевич, вам известно, что такое лицевой счет? Как у меня их несколько лицевых счетов. Давайте я вас более детально проинформирую, чтобы у нас в дальнейшем с вами не было разногласий. Дело в том, что лицевой счет – это единый счет клиента, который отображается в структуре банка. Он закреплен за вашими паспортными данными и состоит из таких финансовых ячеек, как дебетовые карты, кредитные карты, накрестительные счета, вклады. Лицевой счет предназначен для внутрибанков и переводов, а не для вашего личного предпользования. И доступ к нему имеют исключительно сотрудники банка. По этой причине вся информация касательно вашего лицевого счета была заплакирована. Вам это понятно, Вадим Юрьевич? Понятно. Так это негодяи из банка творят дела, да? Да. По этому поводу мы с вами сейчас связались, чтобы уточнить данную информацию. Сориентируйте. Пластиковые носители находятся при вас, не утеряны, не украдены. Третьим лицам не передавали? Нет, все лежит в барсетке. То есть карты находятся при вас. Я правильно вас понимаю? Да. Хорошо. Фиксируем данную информацию. Паспортные данные передавали кому-либо? Брокерские компании, инвестиционные, турагентства? Недавно в инвестиционную компанию, но я им не передал. Они пытались из меня вытащить мои данные. Мультиплай компания такая называется. Они хотели с меня денег получить, но я им ничего не сказал. Они долго из меня вытягивали. Я вас услышала, Вадим Юрьевич. Хорошо. Фиксируем данную информацию. Уточните, когда в последний раз пользовались личным кабинетом Сбербанка онлайн? Давно уже. Никаких сбоев? Давно. В последний раз, когда использовали, не наблюдали никаких сбоев, ошибок в приложении? Нет, не было. Преакторизации проблем не было? Не было. Хорошо. Фиксируем данный ответ. Вадим Юрьевич. На данный момент буду составлять заявку на финансовые дела нашего банка. Для этого вам необходимо указать перечень всех ваших финансовых лечеек и примерный остаточный баланс по каждой из них. Я не помню сейчас. Ориентируйте. На Сбербанке миллион триста сорок. На дебетовой карте. На дебетовой карте в Сбербанке у вас. Хорошо. Секундочку. Фиксируем данный ответ. Алло. Да, да. Вадим Юрьевич. Да. А скажите, подскажите, пластиком нашего банка вы являетесь? Нет, закрыл все счета. Все счета. Только дебетовый счет, правильно? Да. Карта дебетовая у вас имеется? Да. Остаточный баланс по карте? Сколько вы сказали? Миллион триста сорок. Хорошо. Секунду. Фиксируем данный ответ. Скажите, какие последние действия были по данной карте? Лично вами совершали? Ну, мне деньги за машину. Я машину продал. Прислали. То есть, вам на эту карту перечислили деньги. Я правильно вас понимаю? Да. Хорошо. Секунду. Фиксируем. Кроверяем информацию. Вадим Юрьевич, уточните, пожалуйста, зарплатный проект в нашем банке имеете? Зарплатную карту? Мне на эту перечисляют. Это дебетовая карта зарплатная. Дебетовая и зарплату вам тоже перечисляют на нее, правильно? Да. Секунду. Фиксирую данный ответ. Ориентируйте. Какая сумма ежемесячно по зарплате у вас зачисляется? А у вас что, не показывает это разве? Я вам ранее говорила, по вашему лицевому счету, вся информация заблокирована. Мы сейчас пытаемся восстановить все. Ваших слов. Как вы с моих слов можете восстановить? Вадим Юрьевич, уточните, пожалуйста, в каком размере? Примерно 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. У меня зарплата ненормированная. Я собачками торгую. Собачками торгую. У меня там может быть 150 тысяч в месяц, может 200 быть, может 80. Хорошо, я вас услышала. Фиксирую данный ответ. Минуту. Вадим Юрьевич, на данный момент по регламенту банка Центрального МАЭ обязаны оповестить наши банки-партнеры о факте мошеннических действий. По вашему лицевому счету, уточните, на сегодняшний день вы являетесь клиентом исключительно Сбербанка, либо же иные банковские структуры используете? Как собачки верны своим хозяевам, так же я верен только Сбербанку. Я вас услышала. Фиксирую данный ответ. Вадим Юрьевич, мы можем подозревать, что ваши паспортные данные были скомпрометированы. Утечка может происходить в других банках. А кто, кто, кто мог их, кто их мог скомпрометировать? Вы что? Надо же блокировать быстрее тогда карточку. У меня сейчас, я вот дошло, миллион триста сорок сейчас уйдет куда-нибудь? Если они там неоднократно пытались 9 тысяч снять. Вы что? Давайте быстрее что-нибудь делать. Я уже сейчас в банк, наверное, побегу. У меня банк тут рядом. Вадим Юрьевич, мы связались с вами по этому поводу. Пока мы с вами остаемся на связи, система автоматически блокирует все операции по вашему лицевому счету. То есть никто с вашей карты ничего не имеет права списать. И нет возможности такой. Пока мы с вами остаемся на связи. Вы это понимаете? Смутно, смутно. У меня тут рядом Сбербанк. Я могу в него сбегать сейчас. По какому адресу у вас находится отделение Сбербанка? Уточните, пожалуйста. Ну не знаю. Я адрес не знаю. Я недавно тут живу. Улицы не знаю еще. Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, на линии для уточнения информации. Не ложите трубку, пожалуйста. Вадим Юрьевич, спасибо за ожидание. Вадим Юрьевич, на данный момент необходимо пройти процедуру идентификации для того, чтобы подтвердить вас как клиента нашего банка. Для этого вам нужно будет указать номер договора, либо же номер пластикового носителя, то есть номер вашей карты. Я могу сейчас пойти договор поискать. Я дома сейчас. Хорошо. Я вас ожидаю на линии. Не прерывайте связь. Что-то я не помню, куда я его засунул. Вадим Юрьевич, я остаюсь на связи. Я подожду, пока вы найдете договор. Договор. Алло. Алло, да, Вадим Юрьевич. Договор что-то не нахожу я, договор. Так мне искать договор или договор? Вадим Юрьевич, вам удобнее номер договора предоставить, либо же номер карты? Договор я найти не могу. А договор не знаю где. Алло. Вадим Юрьевич, мне вас ожидать на линии? Вы ищите документы? Ожидайте. У меня бы карту я нашел. Вас плохо слышно. Карту нашел. Я уже кричу тут, как вы меня не слышите. Хорошо. Вам удобнее продиктовать номер карты. Я вас правильно понимаю? Да, скорее всего, да. Хорошо. Я вас слушаю. 54-84-01-52-02-98-39-63. Вадим Юрьевич. Да. Вадим Юрьевич, можете медленнее. У вас же там верифицируют робот или нет? На данный момент я с вами общаюсь. А мне говорили никому не сообщать, что только мошенники могут спрашивать номер карты. Сбербанк сказали, так знать должен своих клиентов в лицо. Да. Вадим Юрьевич, на данный момент вы предоставите мне номер карты, либо же... Я же вам только что продиктовал ее. Дело в том, что я вручную ввожу номер карты. Вы можете медленнее диктовать? 54-84-01-52-02-98-39-63. Давайте проверим. 54-84-01-52-02-98-39-63. Хорошо, секунду, проверяем данную информацию. Оставайтесь на линии, не ложите трубочку. КОНЕЦ да да говорите громче вас не слышно не ложите трубку соединяю а говорите громче гарнитуру поправьте карту поднесите поближе и вот так лучше слышно да у меня там что-то пытаются спирить а вы все разбусоливаете рассусоливаете там я буду я жалобу буду жалобу буду писать да а при чем центральный банк при чем центральный банк при чем центральный банк а сбербанк сейчас пойду жалобу писать причем причем цб а где он находится центральный где у нас находится банки отчета это на вафилова фавилова 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 да там набережные фавилова понял у меня зубов передних нету просто я вас поздравляю что у нас нету передних зубов на данный момент вадим юрьевич передали заявление касательно неправомерных действий касательно ваших счетов на данный момент у нас есть списание не по конкретной карте а именно по лицевому счету передали заявление на центральный банк так как мы являемся центральным банком и проверяем работу всех коммерческих банков на данный момент было замечено правонарушение касательно действий со стороны сотрудников сбербанка козлы какие ты смотри на них на данный момент необходимо будет подать запрос на перепроверку вашего места в отделении в котором вы последний раз обслуживались чтобы понимать с какого банка могла произойти отечка ваших персональных данных поэтому уточните в каком из отделения банка вы последний раз обслуживались адрес и город город майкоп город майкоп адрес я не знаю адрес улица не знаете не знаю хорошо, Вадим Юрьевич, уточните, когда были поделения банка в последний раз вы ничего подозрительного от сотрудников не замечали? возможно, брали ваш паспорт, уходили с поля зрения или же возникали какие-либо конфликтные ситуации они почему-то были все в масках и скрывали свои лица Вадим Юрьевич, скрывали свои лица и были в масках, потому что сейчас в стране пандемия и все вынуждены ходить в масках так же самое, когда вы заходите в отделение банка, вы должны быть в масках в маске что-то так же самое, это мне вызвало подозрение так же самое вам выдало это подозрение да у вас сотрудники были в масках да хорошо я зафиксирую данную информацию, Вадим Юрьевич хорошо, на данном месте, точните, у вас карта 9 образца от Нарплатова остаток по карте вы фиксировали 1 миллион 340 тысяч все верно? да так, хорошо, сориентируйте вы получали в Сбербанке одну карту или же несколько? одну, я же говорил вашей предыдущей сотруднице одну, хорошо, я проверяю информацию, которая ранее была указана в заявке младшим специалистом, Вадим Юрьевич на данном месте, я вас информирую о том, что ваши данные были скомпрометированы третьими лицами а мне, извините, я вас перебью, звонил вам младший сотрудник Сбербанка или Центробанка? с вами ранее общался младший специалист технического отдела Сбербанка на данный момент так она не ваш специалист? не ваш? нет, Вадим Юрьевич, это две разные организации Сбербанки, Центральный банк и две разные организации вот скажите, у вас есть доверенные лица, которые имеют доступ к вашему личному кабинету или бежит с полным реквизитом вашей карты? есть есть они могли совершить какие-либо доверенности вы выписывали кому-либо? ну не знаю, там у меня в Украине сейчас знакомый находится просил у меня данные моей карты, я ему дал вас опять не слышно, поправьте гарнитуру, сотрудник Сбербанка вы говорю, доверенность никому не выписывали на выполнение расходных операций? нет Проверьте, также наличие карты, чтобы она была не утеряна и не украдена ну за две минуты я ее не мог потерять я вас понимаю в таком случае вынужден вам сообщить, что данные вашей карты были скомпрометированы мошенниками то есть третьи лица заполучили доступ к вашему лицевому счету и пытались осуществить хищение средств пока мы с вами говорим по телефону, фиксируется запись разговора и роботизированная система Сбербанка автоматически отклоняет все переводы платежей с вашей карты но как только связь разъединится, есть риск, что переводы могут получить подтверждение поэтому связь, пожалуйста, не разъединяйте до того момента, пока мы с вами не произведем все необходимые действия на данный момент я вас также информирую о том, что наш с вами телефонный разговор находится в режиме записи и согласно статье 183 у неразглашения банковской и коммерческой тайны также на данный момент я составляю заявление по факту мошенничества можете не волноваться все денежные средства с данной карты в полном размере были временно перевесены на секретированную ячейку нашего банка то есть это ячейка временного хранения денежных средств, где они находятся в безопасности и недоступны третьим лицам самой картой пользоваться небезопасно, поэтому по регламенту мне необходимо отправить ее на экстренный перевыпуск и сейчас, так как мошенник имеет доступ к вашему лицевому счету, использовать его также небезопасно поэтому потребуется полностью его деактивировать, то есть мы удаляем ваш старый лицевой счет после чего система сгиренирует вам новую банковскую ячейку, которая будет полностью застрахована от мошеннических действий в течение трех рабочих дней в ближайшем отделении вы сможете получить новую пластиковую карту при себе вам необходимо будет обязательно иметь паспорт для подтверждения личности, а также старый пластик так как данный перевыпуск совершается по инициативе нашего банка, вы не будете платить за перевыпущенную карту вам данная информация ясна, уточните? зафиксировал информацию это отлично в качестве компенсации вам также будет предоставлено бесплатное подключение то есть полный пакет страхования сроком на 24 месяца который будет включать в себя такие случаи, как потеря кражи пластиковой карты, либо же с домом личного кабинета на данный момент я вас информирую о том, что для того чтобы удалить скомпрометированную банковскую ячейку вам потребуется временно обнулить ваш старый лицевой счет иными словами произвести снятие денежных средств после этого вам будет создан новый лицевой счет куда денежные средства будут перемещены в полном размере также все действия необходимо выполнять без участия третьих лиц так как нам еще не выявлен источник утечки ваших персональных данных при этом с вас не будет взиматься комиссия при снятии наличными а также при пополнении нового лицевого счета так как данные действия вы вынуждены совершить по инициативе нашего банка и так же непосредственно Вадим Юрьевич наш банк принесет извинения за данные неудобства но к сожалению это единственный способ обезопасить ваши денежные средства и я вас попрошу быть очень осторожными так как нам еще не установлен источник компрометации ваших данных так же так как подозрения падают сотрудники от зрения которые вы посещали последний раз поэтому соблюдайте полную политику канцеляциальности нашего банка согласно статье 183 Уголовного кодекса Российской Федерации о неразглашении коммерческой и банковской тайны то есть никому не сообщайте ваши карты официальные данные такие как номеры кар блогины параллельного кабинета ни пим-код ни в коем случае а также никто не должен знать о том что вы собираетесь снимать денежные средства с карты вы должны сами понимать что у вас не маленькая сумма если об этом будут знать посторонние люди это уже будет нарушение вашей личной безопасности поэтому никому не сообщайте данные информации и если у вас будут возникать дополнительные вопросы вы не стесняйтесь задавайте я ваш персональный менеджер буду вас информировать на каждом этапе также возьмите листок и ручку и запишите мои персональные данные зафиксировал информацию готов фиксировать дальше запишите фролова мария викторовна фр о ва ма ри я вик то ров на зафиксировал зафиксировало пабельный номер сотрудника 32 96 123 зафиксировал информацию проверки прочитайте что вы написали Фролова Мария Викторовна, 1396, табельный номер сотрудника. Неправильно. Переписывайте. 3296. А, 3296, хорошо. 100, 123. 3296, раз, два, три. Есть. Записано. Хорошо, на данный момент, Владимир Юрьевич, так как у вас на карте хранится большая сумма денежных средств, данную сумму вы сможете снять в отделение банка при наличии вашего паспорта в кассе. Саленкин, сколько вам необходимо будет времени, чтобы добраться до ближайшего отделения банка и произвести безопасное снятие, то есть по кассе с вашим паспортом? Ну, минут 10. У меня аж говорил вашей предыдущей сотруднице, что быстрее надо все блокировать, чтобы я все снял. На данный момент, Владимир Юрьевич, я буду также подавать характеристики правосудительные органы, чтобы с вами связались непосредственно следователи по вашему местному региону для дачи показания. А по какому региону он будет связываться со мной? По городу Майкоп. Ну, это я в Майкопе был неделю назад. Я сейчас не в Майкопе. При чем тут Майкоп? Я был проездом там. Продолжение следует. Продолжение следует. Это я зафиксировал. Вы мне скажите, если со мной будут правоохранительные органы связываться, по какому телефону, чтобы они с вами связались? Нет, они меня будут спрашивать. Дайте нам номер сотрудника. Дайте мне, пожалуйста, свой номер. Владимир Юрьевич, вас не будут запрашивать данную информацию. Вас попросту запросят, за каким специалистом закрепили данное дело. Вы предоставите мое имя, фамилию и отчество, и также внутренний номер сотрудника. А вы что, не знаете свой номер телефона, что ли? Вы что там за контора такая? Я сейчас информирую о том, что вас не будут запрашивать персональную информацию вашего ведущего специалиста. Мне самому интересно знать ваш номер телефона. Вдруг я хочу с вами связаться. Давайте уже быстрее закончим, я пойду деньги свои снимать. Владимир Юрьевич, на данный момент, так как с вами ведет работу в религии специалист Центрального банка, связь мы с вами не имеем права разрывать, так как работает роботизированная система. Поэтому связь мы с вами не разрываем. Как? А я как пойду с включенным телефоном в отделение? Да, Владимир Юрьевич, перед отделением вы меня информируете, что вы заходите в отделение. Мы с вами отключаемся, и я подаю характерство на запись камер видеонаблюдения в данном отделении. Чтобы не попасть, как в протоколе, который будет заведен в факту мошенничества, мы смогли зафиксировать нашу с вами запись телефона в разговорах и также передать запись камер видеонаблюдения по данному делу. Поэтому вам необходимо... Давайте вы мне лучше перезвоните через 10 минут, когда я деньги сниму. И какой у нас будет пароль, пароль какой у нас будет, когда вы мне позвоните. Вдруг мне какая-то другая Марина, Мария позвонит. Владимир Юрьевич, я вам сразу скажу Фролова. Это у нас Юстас, Юстас, в центру Фролова, да? Нет, Владимир Юрьевич, я попросто озвучу Фролова на линии. Хорошо. Ну, вы мне перезвоните, мне неудобно бежать с включенным телефоном. Владимир Юрьевич, попросто телефон кладите в карман. Не могу, у меня зарядка заканчивается, он меня не выдержит. Вадим Юрьевич, успокойтесь, на данном этапе есть реглама, к которому мы должны... Я вам говорю, у меня телефон уже садится, он сейчас сядет. Он садится, он сейчас сядет, я вот с вами разговариваю. В таком случае поставьте свое мобильное устройство на зарядку и успокойтесь. У меня нет, у меня нет Пауэрбанка, я не дойду до этого, до отделения. И если бы у меня дома сейчас... Давайте в такой случае, я на данный момент подал ходатайся, чтобы с вами связались. Правоохранительные органы... Да, 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 я хочу, да. Быстрее, я сейчас уже бегу снимать деньги, пусть связываются. Ожидайте звонок от правоохранительных органов. Как только мне поступит информация, я с вами повторно служусь. Ожидайте звонка от правоохранительных органов. Хорошо, все, я убежал в Сбербанк. Спасибо. Алло. Алло, вас не слышно, говорите. Громче говорите, вас не слышно. Громче говорите, микрофон из жопы вытащите. Из жопы вытащите микрофон, вас не слышно. Очень приятно. Громче говорите, я вас не слышу. Это у вас полковник Евсеев Александр Иванович. Ага, очень страшный полковник, наверное. Поступили материалы правонарушительного акта по банковскому сектору. Касательно правонарушения, согласно статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. А вы связывались с сотрудниками банка? Да, вы где находитесь? Главное управление Министерства внутренних дел по Республике Адыгея. А где вы находитесь? Ураль Майкоп, улица Индустриальная, дом 2А, дробь 1. Ага. Номер телефона также можете сверить. Ага. Сотрудники банковского сектора с вами связывались? Кого из специалистов за вами закрепили? Я не помню, кто-то звонил сейчас. Фролова, какая-то Фролова. Алло, вас не слышно. Я понял вас, Фролова. Мария Викторовна, наверное? Наверное. Хорошо, информацию в таком случае подтверждаем. Вас не слышно, вы пропадаете. Что у вас за связь там? Товарищ полковник. Скажите, вам гражданин некий Сунцов Андрей Геннадьевич знаком? Не знаю. Это кто такой? Не знаком такой человек? Это кто такой? А вы доверенность ни на кого не выписывали на осуществление банковских операций? Нет, конечно. Дело в том, что некий Сунцов Андрей Геннадьевич, уроженец Челябинской области, сегодня в 9 часов 32 минуты, согласно информации правонарушительного акта, обратился в отделение по адресу город Москва, Утузовский проспект 27. Представился вашим племянникам и предоставил нотариальную доверенность на право распоряжения вашими счетами. Также потребовал выдать максимально допустимую сумму на руки, поскольку вы находитесь в больнице в тяжелом состоянии, и вам срочно нужны деньги на операцию. Это правда? Негодяй какой! Сажать его надо! Сажать! Это правда, повторюсь? Я говорю, сажать его надо! Это мошенник! Неправда. Сажайте его! Сажайте сразу! Частью 4 строки 160 Главного кодекса Российской Федерации предстояния либо же растрата в отношении фигурантов следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности области возбуждено уголовное дело. Какой области? Какой области? Что значит, какой области? Вы слышите, что я говорю? Я слышу, вы говорите, возбуждено дело по какой области? Ну, так я вас также плохо слышу. Возможно, вас Анхель плохо ловит. Подойдите к окошку, я не знаю. Я возле окошка. У меня нормально слышно. В какой области? Майкопской? В Республике Адыгея. Ага, понятно. А что область тогда? Потому что вы, наверное, невнимательно меня слушаете, да? Внимательно. Я весь во внимании, товарищ полковник. Что-то у вас не слышно. Куда пропал? Пропал. Пропал. Это факт облицельный касательно нарушения статьи 172-го незаконной банковской деятельности. Это Центробанк незаконную деятельность, гады, ведут, да, финансовую? Они-то что, мошенники тоже в Центробанке там? Причем здесь Центробанк? Ну, а вы говорите, незаконная банковская деятельность. Я сейчас говорю по отношению к сотрудникам Сбербанка. А, Сбербанк ведет? Я понял, гады, козлы. Я давно подозревал, что Греф какую-то незаконную банковскую деятельность ведет. Сажать и Грефа тоже сажать надо. Вы все сказали? Ну, почти, да. Давайте уже быстрее что-то делать. Я уже к банку подошел почти. Деньги уже снимать сейчас буду. Да что вы говорите. У вас в каждом телефоне, который покупался на территории Российской Федерации, установлен чип, по которому отслеживается местоположение человека. Какую банку вы сейчас знаете? Я знаю, я знаю, я волкособов развожу, я им тоже чипы вживляю, я каждую собачку свою контролирую. Да? Да. Что вы говорите? Я сейчас до конца не понимаю, у вас какие-то сомнения возникают или что? Насчет чего? Я говорю, что я правду говорю. Потому что вы сейчас неадекватно ведете разговор. Как это? Я говорю, я развожу собак, волкособов. Это волк папа, а собака мама. Развожу их в горах у меня делянка. Если вы в Майкопе, вы знаете, и ко мне не раз менты приезжали, водку жрали там в горах. А вы говорите, что я... Какие отношители у меня к делу? Вы мне объяснили. Я говорю правду, что у меня собаки с чипованные все, тоже чипы вживленные у них. Да при чем здесь собаки? При чем здесь? Какие собаки? Вы говорите, в телефонах есть чипы, которые отслеживают мое местоположение. Я говорю, у меня у собак тоже. Вы говорите, я здесь к банку подхожу. Ну я у банка уже почти. Вы запись телефонного разговора предоставляете заведомо ложную... Я уже к банку, я же сказал сотрудник. Я же Фроловой сказал мне идти до банка 10 минут. Уже прошло 7 минут, я уже почти у банка. Так вы все равно, что вы Фроловой сказали, понимаете? Да. Да. На данный момент, так как разговор в режиме записи, в силу вступает 307-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Удача заведомо ложных показаний. Насчет чего? Спасательно данной ситуации. Да, какие у меня ложные мои показания? Потому что вы не покидали. Да как это я не покидал? Я уже... Вашей регистрации. А какой у меня адрес регистрации? Вы что? Какой у меня адрес регистрации? Чего? Вы сейчас меня вздумали проверять или вы не понимаете, с кем вы общаетесь на данный момент? А какой у меня адрес регистрации? Возникает, перепроверьте номер телефона. Да у меня похуй на твой номер телефона. Ну а, ну если тебе похуй, ожидай наряд где. Давай, давай. Чмо украинское. Чмо украинское. Украинское? Да, иди хуй соси. Хуй соси у своего смотрящего. Хуй соси у своих собак. Ага, придурок, блин. Сейчас, блядь, по ним придет и... Давай, 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 давай. Куда он придет? Ну-ка, расскажи мне. Куда? В рот к тебе придет. Ага, ты уже помыл свой? Чтобы я хуй не испачкал свой. И в итоге я позвонил потом на номер, который у меня высветился от сотрудника полиции. Это оказался действительно номер горячей линии республики Адыгея. Они принимают по этому номеру только входящие звонки. И он мне предупредил, никаких исходящих звонков с этого номера быть не может. Они принимают этот номер для сообщений граждан о сотрудниках полиции, там тыры-пыры, о неправомерных действиях полиции. Номер действительно высветился тот. Но он сказал, имейте в виду, если с этого номера будут звонить, то это будут звонить только мошенники. Мы по этому номеру не совершаем никаких звонков.